Канал Live News отметил, что на кроме Дня Великой Победы на путинском телевидении очень усиливалась антисоветская пропаганда. И он привел пример. Недавно на канале «Россия-1» Дмитрий Киселев заявил, что в России слишком много памятников Ленину, и их нужно уменьшить, зато нужны памятники лидерам Белого движения – Колчаку, Врангелю, генералу Краснову и Деникину. Но и общественность, понятно, возмутила, что он предложил поставить памятник Краснову. Краснов, как известно, перешел на службу Гитлера и официально о приговоре суда является пособником фашистов. Складывается впечатление, что советское наследие нам вообще предлагают забыть и пытаются полностью переписать историю, убедив нас всех, что лидер у нас только один – Путин, а также его богатыри – все эти Усмановы, Ротенберги, Сечины. И канал отмечает, что как бы они ни хотели этого, им этого сделать не удастся. Советское наследие не будет забыто никогда. Советский народ выиграл Великую Отечественную войну и после этого сумел восстановиться в тяжелейшие дни послевоенной разрухи. Более того, он после этого всему, как выразился ведущий, сумел показать всему миру, Кузькину мать, чего никак нельзя сказать о нынешней России, России Путина. Напротив, мы наблюдаем все нарастающую и нарастающую деградацию. И канал отметил, что при Путине никогда Россия не станет великой. Ну и канал отметил, что мы никогда не забудем свою историю и не забудем своих героев. Не буду голословным, предлагаю посмотреть данный ролик. Вернее, фрагмент данного эпизода. Накануне Дня Победы по крупнейшим федеральным телеканалам усилилась пропаганда антисоветизма. Сначала по телеканалу «Россия-1» прошел антисоветский сериал про Зулиху. Затем на том же телеканале в самой рейтинговой новостной передаче знаменитый телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что в России слишком много памятников Ленину. А вместо них можно было бы поставить памятники лидерам белого движения – Колчаку, Деникину, Врангелю и Краснову. Общественность возмутилась тем, что с экранов федеральных телеканалов предлагают ставить памятники белому атаману Краснову, перешедшему на службу Гитлеру и официально признанному пособником фашистов по приговору суда. Но это лишь один из слоев антисоветщины, навязываемой нам к 75-летию Победы. Антисоветский сериал про Зулиху рассказывает про ранние годы советской власти. Скептики считают, что это никак не затрагивает тему Великой Отечественной войны и не наносит удар по Победе. Но Великую Победу одержал именно советский социалистический строй, установленный в 20-х годах, по которым сейчас наносят удары. Победу одержали люди, которые поддерживали советскую власть в 20-е и 30-е годы. Советские солдаты времен Гражданской войны, которых пытаются очернить, вполне могли стать полководцами Победы в годы Великой Отечественной войны. Абсолютно все сталинские маршалы Победы доблестно сражались против белогвардейцев в годы Гражданской войны, о чем говорят даже их боевые награды. В 20-х годах существовал всего один советский государственный орден – Орден Боевого Красного Знамени, вручающийся крайне редко. Кавалерами этого ордена в 20-е годы становились только красноармейцы, проявившие невиданный героизм в боях против белых. И вот когда говоришь о таких новостях, в голову приходит только одна мысль. Те антинародные действия, которые сейчас происходят в России, могут творить, скорее всего, как раз потомки тех белогвардейцев, наподобие Красного, Колчака и тому подобным. «Своими действиями они оскорбляют всех россиян, так как мы все потомки того советского наследия, которое, как я понимаю, предлагают забыть. У меня складывается такое ощущение, что нам готовят новую историю. Историю, где лидером нации должен стать только один вождь – Путин, этакий спаситель всея Руси. И рядом с ним его богатыри в виде Сечиных, Усмановых, Рутенбергов и тому подобных. Но как бы они ни хотели, значимость советского наследия никогда не будет забыта. Знаю, что есть и противники советской власти, но это власть. Мы же говорим о великом, без преувеличения, великом советском народе, который выиграл войну с Гитлером, сумел подняться после тяжелейших лет разрухи, смог сохранить свою идентичность и показал всему миру Кузькину мать. Чего не скажешь о нынешней России при Путине, и виновники всего этого всем известны. Они не способны возродить некогда великую мощь нашей страны. Мы видим только одно – постоянное скатывание в бездну, разрушающуюся экономику, беднеющее население и масштабное воровство, по-другому не могу сказать, воровство наших природных ресурсов. В этом, видать, и заключается вся сущность путинского режима. Ну а нам уже пора понять, наконец-то, что при Путине никогда Россия не станет великой. Ей искусственно не дают этого делать. Ну и в конце хочу сказать тем, кто так рьяно требует от нас забыть нашу историю. Никогда у вас это не получится. Мы россияне, мы люди Великого Советского Союза. Мы будем помнить своих героев, свою историю, мы будем делать все возможное, чтобы бороться против различных предателей и тех, кто так яростно губит нашу страну. Мы не позволим вам истребить великий русский советский народ, как нацию. На защиту встанет каждый. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!